Музыка Обокрал родную мать. 33-летний житель Калининграда лишил родительницу всех сбережений. А что же я ей не отдал? Вот поэтому она психанула и позвонила. Этот мужчина до сих пор не понял, почему оказался в отделении. Его мать написала на него заявление. Пенсионерка откладывала деньги, а потом обнаружила. Все сбережения пропали. В 2 часа дня поступило сообщение оперативного дежурного, что на трансмиссии 4-43 у Коновой Евдокии Сергеевны пропали деньги в сумме 5000 рублей. В ходе проведения оперативного предприятия было установлено, что похитил ее сын Конов Андрей Владимирович, 78-го года рождения. На данный момент граждане находятся в дежурной части. Полностью признательные показания. Деньги разрешены потерпевшим. Мужчина с матерью не согласен. Ничего он не крал, а просто взял деньги на общие нужды. Да, матери взял деньги, чтобы платить и кредит, потому что она сама сказала, что надо, что здесь доплатить. Сейчас проводится проверка. Задержанного ждет либо тюремный срок по статье кража, либо благополучное освобождение. Теперь все зависит от материнского сердца. Татьяна Караханова, Алексей Бормесов. Специально для места происшествия. Спасибо за все. Пенсионерка приютила бездомного, а он лишил ее жилища. Теперь женщина подсчитывает ущерб от пожара, но кто возместит все убытки? Эмилия Игнатьевна все равно ни на кого не злится. Ее домик 20 лет служил ей верой и правдой, там часто собирались гости. А пару лет назад она впустила в него пожить молодого мужчину. Ему негде было ночевать, вот старушка и пожалела бездомного. Я его просила покинуть дом. Он говорит, мне некуда идти, только на улицу. И так я и разрушала. Мужчина нигде не работал, употреблял алкогольный, жил на пенсию у старушки. В ночь на 8 июня он допоздна смотрел телевизор. Эмилия Игнатьевна не могла заснуть, высокое давление, головная боль. Постоялец наоборот спал, как убитый, проснулся, только когда произошла беда. Слышу потом уже в час ночи, что кто-то стучит в двери. Смотрю, он стоит весь раздетый, голый даже, убежал. Ну и звони, звони, скорее, горим. Два расчета тушили сильный пожар, пострадала вся мебель и техника. Полностью сгорела деревянная крыша, а питомцы, пенсионерки до сих пор не могут отойти от случившегося. Сам мужчина после происшествия пропал. Теперь бабушку вместе с внуком будут разгребать завалы. Татьяна Караханова, Денис Черюха, специально для места происшествия. Сбили насмерть на окружной. Водитель Шкоды сбил пешехода. Мужчина скончался до приезда машины скорой помощи. Трагедия произошла в понедельник на окружной трассе. Ночью водитель Шкоды наехал на мужчину. Он переходил дорогу в неустановленном месте. Пешеход, от полученных травм, скончался на месте происшествия. Кроме того, в этот же день в аварии пострадал велосипедист. На улице Невского водитель Ауди сбил велогонщика, который в тот момент поворачивал налево. А мужчина получил ушибы. В Гуревском районе, на автодороге Калининград-Голубева, водитель Форда на закруглении дороги не справилась с управлением и въехала в придорожное дерево. Женщина получила переломы. ГИБДД просит водителей и пешеходов быть внимательнее и не нарушать правила дорожного движения. Украли телевизор. В квартире дома по улице Дзержинского похитили большой плазменный телевизор. Сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленника. Ей оказалась молодая дочь потерпевшей. Возбуждено уголовное дело по статье кража. На улице Багратиона из кладовой дома угнали велосипед. По горячим следам оперативники задержали преступника. Им оказался 26-летний житель улицы Садовой. Похищенное имущество изъято. Возбуждено уголовное дело. Ювелирное украшение 5000 рублей похитили в поселке Мало-Исакова. Через незакрытое окно неизвестный проник в дом на улице Луговой и вынес имущество. Ущерб оценен на 200 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье кража. Ноутбука лишилась хозяйка квартиры в Гвардейске. Неизвестный проник в ее жилище и вынес компьютер. Сотрудники уголовного розыска задержали преступника. На 19-летнего жителя поселка Новая Поляна возбуждено уголовное дело. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова